Приветствую вас с точки зрения вот именно психотерапии, а вам, чтобы ответить на вопрос, который вы задаете, необходимо проанализировать то поведение, то поведение, которого вы придерживаетесь по отношению к людям вокруг себя, то есть от того, как вы ведете себя с мужчинами, от того, как вы ставите себя с людьми, от того, как вы вот именно, быть может, позиционируете себя от того, как люди видят вас, вот, зависит, на мой взгляд, довольно многое. Вот. Поэтому, мне кажется, что именно на это вам стоит обратить внимание. То есть, очевидно, вы стали такой, знаете, в какой-то степени, в какой-то мере жертвой, вот, ожиданий людей, вы стали жертвой того, что хотят люди видеть в вас, вот, ну, не реального, да, положения вещей. То есть, реального положения вещей люди не видят, вот. Парни не проявляют в вас интерес по той простой причине, что вы их, на мой взгляд, вы их просто отпугиваете своими, ну, своим поведением, вот. Ну, по моему мнению, вы их отпугиваете своим поведением, по моему мнению, вы создаёте у парней не совсем верное представление о себе. И, по моему мнению, парни видят вас совсем не так, совсем не видят того, что вы из себя представляете, вот. Ну, а почему это так происходит, и с чем это связано, да, вот. Это, конечно, нужно разбираться, потому что что-то важно в поведении людей, а так, вот. Как правило, некую такую закрытость, некую такую стеснительность, люди склонны называть высокомерием. Вот. И я в этом до конца не уверен, но вполне возможно, что ситуация выглядит именно так. То есть, вполне возможно, что люди просто позиционируют вас, воспринимают вас, вас, как, вот, у кого-то, такого, вот, достаточно, эм, высокомерного. Вот. Хотя, на самом деле, это, может быть, и, совершенно не так, вот. Вот, на самом деле, это может быть, эээ, совсем по-другому. Но, эээ, определённый образ, допустим, у вас, эээ, определённый образ для людей, эээ, у вас уже, ээээ, сложился. Вот. И, поменять его, достаточно сложно. Вот. Достаточно сложно, а то и, в общем, даже невозможно, невозможно это сделать. Вот. Это, это очень тяжело. Это правда. Очень тяжело. Вот. Эээ, примерно, вот, такая история, примерно, такой ответ, эээ, вам, эээ, можно дать на, эээ, вопрос, который, 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 вы задаёте. И, значит, выходом из этого я вижу только изменения, ээээ, в том, как вы себя, вот, собственно говоря, ведёте. Эээ, изменения в том, как вы себя позиционируете, эээ, вот, ээээ, перемены этого. Эээ, вот, и только в этом случае вы можете, эээ, для себя что-то, что-то изменить. Вот. Что касается подруг, то, эээ, вам, подруге, эээ, вероятнее всего завидуют. Такое бывает достаточно, эээ, часто, к сожалению, вот. То есть, ну, подруги, они, думают о своей колокольне, вот, возможно, они не такие уж и подруги вам. Вот. А вам, конечно, желательно бы очень, эээ, желательно, эээ, как-то, вот, с ээээм, с эээм, с самооценкой своей поработать, ээээ, желательно, ээээ, определить, как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете, вот, и если есть какие-то, например, основания, полагать, что вы относитесь к себе как-то, эээ, ну, не очень хорошо, вот, что в этом случае вам требуется помощь для того, чтобы учиться, эээм, относиться к себе лучше, лучше, чем сейчас. Вот. А ну, что, ну, вполне вероятно, что ваше, ваше мнение, ну, ваше мнение о себе, ээээ, вашем, представление о себе является не совсем, ээээ, адекватным отражением. реальностью, вот, поэтому нужно прислушиваться к себе, прислушиваться к себе. Вот. Справедливости ради надо сказать, что подобное, то есть вот, в случае, когда человек относится к себе не очень хорошо, возникает тогда, как правило, когда ему не уделяется, вот, ну, достаточно внимания в плане его окружающих, вот, когда человек не чувствует себя важным, не чувствует себя значимым, не чувствует себя ценным для тех, кого он окружает. Вот. Ну, это, к сожалению, достаточно распространенная история, вот. К сожалению, да, достаточно распространенная позиция, вот. А можно ли с этим что-то сделать, можно ли это как-то поменять? Да, можно, безусловно. Вот. Безусловно, можно и нужно. Вопрос заключается в том, ну, готовы ли вы, готовы ли вы работать в этом направлении? Готовы ли вы исследовать себя? Готовы ли вы смотреть на то, что, вот, на данный момент, допустим, сейчас вы делаете не так. Все вы совершаете свою ошибку, например. Вот. То есть мне кажется, что вот это та самая позиция, которую вам можно порекомендовать для того, чтобы, опять же, ситуация изменилась, ну, к лучшему, да, в лучшую сторону. Вот. Вот ситуация, вот. Ну, стала другой. Вот. Обратите, обратите, обратите внимание на ту среду, в которой вы находитесь, ту среду, в которой вы обитаете. Обратите внимание на то, как вы общаетесь с людьми. Вот. Как вы устраиваете отношения со своими близкими, со своими знакомыми, со своими родными. Вот. Ну, мне кажется, это важным. Важный момент. И, да, я думаю, что вам имеет смысл спросить себя. Для чего мне отношения с мужчинами, почему я их так хочу, почему они мне так важны, нужны, цены для меня. Вот. Это тоже очень важны, на мой взгляд. История тоже очень важны, ну, важны, на мой взгляд, момент. Вот. Так что, как видите, вариантов для работы достаточно много, достаточно приличное количество. Вот. Всё здесь упирается в то, что вам хочется. Всё упирается в то, что вы сами готовы сделать. Вот. Ну, то есть, насколько вы готовы, ну, например, прислушиваться ко мнению других людей, допустим. Вот. То есть, насколько и для чего, почему вы готовы подключиваться ко мнению других людей. Вот. Вот примерно такой ответ, я думаю, вам можно дать. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.